Первый раз выпил, мне было 4,5 года. Что же он водки вывел, дядя из района. Водки. Прибег, мать мне сразу, хлёп, хлёп. Сергей Плешков 20 лет отработал на заводе. В последнее время перебивается с случайными заработками. Деньги тратит на спиртное, самогонку пьет каждый день. Говорит, если не выпьет, плохо себя чувствует. Смысл такой, выпить и умереть, или не выпить и умереть. А я выпью, пока живу. У меня уже 49-й год идет. Сергей признается, спать на улице для него не в новинку. Не раз бывал и в вытрезвителях. Временные пристанища для алкоголиков в Украине работали еще 10 лет назад. Сейчас от многих из них остались лишь руины. Этот приемник выглядит плачевно. Здание разрушено, на крыше растет береза. В этом здании медицинского вытрезвителя побывал едва ли не каждый третий житель Орджоникидзовского района. Но уже пять лет здесь обитают бездомные. И там, где раньше выводили из состояния алкогольного опьянения, теперь спиртное распивают. Бывший замначальника вытрезвителя Андрей Брык рассказывает, район заводской самогонку рабочие пили часто. В день сюда привозили до 30 человек. В обязанности сотрудников ходило не только задержать алкоголика, но и узнать, где он взял спиртное и конфисковать самопальную продукцию. Уничтожали самогонку в специальной комнате. Здесь находилась раковина, где в присутствии комиссии это все утилизировалось. В приюте выпивок укладывали спать. Особо буйных дежурные привязывали к койкам. До утра уже протрезвевших распускали по домам. На работу любителям спиртного отправляли справку или в простонародье свинью. Мы направляли на место работы письмо, что человек находился в медвытрезвителе, чем, естественно, совершил правонарушение. И руководство предприятия должно было отреагировать и прислать нам ответ. То есть лишить, как было раньше, 13-е зарплаты, какой-то там премии. В 2000-м все украинские вытрезвители закрыли по требованию правозащитников. Активисты говорили, в приемниках обворовывают людей. Андрей Брык не отрицает. Воровство действительно случалось. Форма одна. Люди под этой формой такие же, как и мы все. Они разные. С разных семей, с разными моральными устоями. Но, считает бывший руководитель, чаще алкоголики пропивали зарплату, а женам жаловались на кражи в милиции. После того, как вытрезвители закрыли, на улицах пьяных стало больше. Не бросать выпивок на произвол судьбы призывает нардеп Сергей Гусаров. Избранник, сам бывший милиционер, настаивает. Стражи порядка должны доставлять в ближайшие медучреждения всех лежащих на улице людей. Лежит человек. Какая причина? Чего он лежит? Причины могут быть разные. Ну, где-то плохо со здоровьем, где-то, может быть, отравиться чем-то, или алкоголем, или наркотиками. Это, как бы, я считаю, ненормальное явление, и кто-то должен ему оказывать помощь. Законопроект, предложенный Гусаровым, уже одобрен в первом чтении. Но медики говорят, документ нужно доработать. Нарколог Игорь Линский считает, в крупных городах правоохранители должны людей с улицы доставлять в больницу скорой помощи, в селах – в ближайшей амбулатории. И если милиция действительно хотела сделать доброе дело, иными словами, спасти жизнь этого человека, то она должна не только привести в медицинский пункт, но и убедиться в том, что врач берет на себя ответственность и может оказать адекватную помощь этому человеку. Если врач в сельском ФАПе помочь человеку не сможет, милиционеры должны будут его везти дальше, в больницу покрупнее, уверен нарколог. А стражей порядка советуют обучить обращению с больными людьми. Пока же правоохранители пьяных возить не берутся. Говорят, если видят выпивоху на улице, вызывают скорую помощь. А дебоширов везут в райотдел. Да, ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься – будешь. Давайте грузить. Давай, подними. Григорий Перлик и вам наконечный Алексей Калмык. Объекты неделя.